Стимулировало, чтобы матки больше сеяли. Ну, не матки, не матка делает, и даже двухматочное содержание. Очень часто говорят, а три матки можно, а четыре матки. Но не матка делает пчёл. Пчёлы делают пчёл. Не забывайте, матка просто как репродуктор разбросала яйца, как болван, и всё. И они лежат за своё время, когда появляется личинка. Всё, личинка появилась, а тут кормилицы включаются в работу по выкармливанию. А есть ли такое достаточное количество этих кормилиц? А есть ли достаточное количество самих кормов для выкармливания? Поэтому я на прошлом зуме приводил пример теплого Алексея. На 30 марта выносили замшанников пчёл, только начинали сеять. Все говорят, да как, вот побыстрее, 2-го, в начале февраля начинаем активизировать, будить маток, нам нужны сильные семьи, выстрелить медосбор. Какой медосбор? У меня матка работает 3,5-4 месяца в сезоне. Я беру полностью, выбираю весь ковёр, весь этот конвейер медоносный. Зачем гонять вот этот ненужный расплод, включать конвейеры самосъедания, в конечном итоге выходить на те же показатели, что и... То ли дело, матка работает 7 месяцев. Сколько было потрачено на выкармливание раствора? И то ли дело, матка проработала 4 месяца. То же самое. И феномен заполярья, там, где матка работает 3,5, как раз вот эти 3-4 месяца, мы его с успехом применили с помощью изоляции в средней полосе. То же самое. Выпускаем, когда семье есть возможность без особого напряга, без особых затрат энергии создать хороший микроклимат для воспитания личинок. Есть уже, осталось что-то из зимы. И уже природа даёт. Вот вам, пожалуйста, идеальные условия. И зачем нам поменять зима, начало весны два поколения и выстреливать затем в медосбор, если мы можем зимующую пчелу, у меня такое, я говорю, как в практике, если у меня в начале апреля я выпускаю матку, в начале даже бывало такое, что в середине апреля. выходит выращивание, они воспитывают поколение одно, два, и даже старая перезимовавшая пчела может принимать участие полноценное в первом товарном медосборе. или же можно включить с февраля месяц этот конвейер, кормить расход кормов, в чём смысл, где логика, зачем такое, откуда может быть рентабельность. Четыре месяца матка работает в сезоне, или восемь месяцев. И так вот, включили, я говорю, конвейер, самоседание, вырастили, атошли, вырастили поколение, последующее, атошли, корма расходовали, и всё. И вот так вот. Почему очень часто привожу пример Архангельска, по литературе, когда я учился ещё в этом училище общеволосу. Приводили два примера. Самый крутой медосбор и самый плохой. Самый крутой Архангельс, Заполярье, ну это ещё в советское время было. И самый плохой Дагестан. Там, где декабрь, ещё не зима, январь, уже не зима.